Екатеринбургские улицы, а еще более интернет, завалены объявлениями о финансовом оздоровлении, избавлении от долгов и предоставлении доступных кредитов едва ли не любому желающему, даже с самой сомнительной кредитной историей, компаний, рекламирующих такие услуги, обратите внимание, мы умышленно избегаем слова «оказывающих», нет, только рекламирующих, по две-три штуки в каждом бизнес-центре. Работают в них молодые мальчики и девочки, в опрятной одежде, пахнущие дорогими духами и пишущие благополучием. На стенах здесь висят дипломы и сертификаты крупнейших банков, на стеллажах духовная литература, а по полу, как вот в этой организации, областной финансовый центр, иногда даже ползают экзотические рептилии. Только все это, за исключением дорогой одежды и рептилий, ненастоящее. Как ненастоящее любые обещания, даваемые здесь потенциальным клиентам. В ТАО обратились три человека, ставших жертвами мошенничества при обращении в этот самый областной финансовый центр. Все они разного возраста, рода занятий и живут в разных городах, каждому из них кредит нужен был по своей нужде. 57-летний самозанятый плотник и таксист из Больших Бурсян Виктор Семик искал денег на операцию супруги Натальи. Три года назад Виктор и Наталья, их дети, переехали из Казахстана в Россию, поближе к центрам реабилитации детей-инвалидов. Их 10-летний сын Иван получил тяжелую черепно-мозговую травму и страдает аутизмом. Здесь, в Екатеринбурге, он время от времени проходит реабилитацию. Инвалидом по травме стала и жена Виктора. Мужчина крутится как может, чтобы обеспечить житье и лечение родных. Но когда деньги нужны экстренно... Мы и в фонды обращались, и благотворителям, и крупным предприятиям. Но везде отказ, отказ. Мы 5 месяцев собирали на лечение зубов, на операцию сделать зубы, отремонтировать зубы. И я уже готов был хоть на что, хоть что сделать, лишь бы эти деньги найти. 45-летний Александр Мамонов из Невьянска работает промышленным альпинистом. В принципе, зарабатывает неплохо, но нестабильно. Есть заказчики, есть работа. Нет заказов. Крутись как хочешь. Чтобы крутиться, нужна машина. Пусть старенькая, хоть какая. Я, да, я обращался в банки, но мне банки отказали, раз что у меня есть кредит. И по кредиту я, как получается, еще не так много было у меня оплачено. Ну, меньше половины срока. И вот мне предложили помощь вот в этом обороне. 36-летняя Марина Вяткина, молодая мать, на жизнь зарабатывает продажи рыбы и икры. Товар скропортящийся, да и спрос на него сезонный. Дешевле всего икру покупать в летнюю путину, а выгоднее всего можно продать к Новому году и в другие зимние праздники. То есть оборот денег не менее полугода. Марина не шикует. Прибыли и торговли с трудом хватает на жизнь. Оборотных средств, уж тем более на развитие бизнеса, покупку тех же холодильников, коптильных камер взять неоткуда. И ее черт занес в обещавший кредит областной финансовый центр. У меня даже на хлеб не было летом. Денежи, извините, а у меня маленький ребенок. И в этом знание прекрасно. Дмитрий! Всех этих разных людей обвиняет то, что они стали жертвой обмана. Вот этих довольных жизнью мальчиков и девочек. Всем им пообещали гарантированное получение кредитов. А взяв с них деньги, якобы за составление индивидуального кредитного проекта, выдали бумажки со списком банков, куда те могут самостоятельно обратиться. Виктору Семику эта консультационная помощь стоила 55 тысяч рублей, которые его надоумили взять в микрофинансовых организациях, чтобы расплатиться с услугами ОФЦ. Сидели, набирали с этого микрокредитов, да, с моего телефона, да. И тут же им переводили сразу эти деньги. Александра Мамонова псевдопомощники раскрутили на 288 тысяч. Денег у меня наличных не было. Они были только на кредитных картах. Они, как сказал Никита, что давайте переведем с этих карт, да и все, типа проблем-то нет, все нюансы у вас, типа в деньгах, что ли, давайте с карт переведем. Я говорю, так они кредитные. Ну что, вы же потом кредит возьмете, перекроете. У Марины Вяткиной под обещание 5-миллионного кредита в ОФЦ выцеганили 490 тысяч рублей. Марина, а где вы деньги такие взяли, чтобы им сюда внести? Я? Да. Я продала свою золю. Ну, мы разменяли. Жил площадь? Да. Единственную жил площадь. У меня маленький ребенок. Чтобы сюда деньги внести? Да. У меня маленький ребенок. Причем это все было предоставлено, эта информация, что у меня личного жилья как бы нет. Ну, не было, да. Ну, с братом напополам. Но он умер у меня, да. Он отдал 400 тысяч, он переживал, что я, ну, вот, тем не менее, вот. Заплатив эти деньги, никто из трех наших героев обещанных кредитов не получил. А когда возник вопрос возврата внесенных средств, всем им было заявлено, что они сами нарушили условия договора, якобы предоставив недостоверную информацию о себе. У человека на самом деле есть долг по кредитам, но совершенно в других организациях и совершенно другой. Да, я имел. Так. В такой моменте, который вы предоставили, совершенно левые цифры, не относящиеся к клиенту. Вот это вот что? Якобы что, Саша, якобы ты получал или где-то долги? Нет. У меня нет вот таких долгов. Мне сказали, что нарушены все сроки, и вас служба безопасности заблокировала везде. Они меня, там, на штамповали липовую кредитную историю, какая-то синага, баум, пятое, десятое. И вообще знать не знаю, я никогда в жизни не брала там кредитов. У вас там проблемы, типа, мы вас проверили, вы там какой-то кредит не уточнили, он у вас в аресте, не оплаченный. Короче, ну все плохо. Да вы действительно что-то не указали, да? Нет, я всем указал, они просто это... Придумали? Придумали, конечно, это же все этот, им повод может. Для чего повод? Чтобы? Чтобы не платить или еще денег выкачать. Какие деньги вы хотите с него взять, посмотрите. У него в машине инвалиды сидят, вы что творите вообще? Да, в этой инвалиде сидите, жена инвалид. Они выйти не могут из машины, возвращайте деньги людям. Вы к нам варились за помощь и получили решение. Да, да, да. Вы за обращение помогли человеку, подрулить вас, возвращайте. Это не услуги, тысяча рублей стоит от Бакали. Узнать тысяча, но не ссорок. Потому что вы и маму даете недостоверно, мы этому человеку не получили. Вы мне сказали, мне позвонили, сказали, вам нужен кредит, который не скинули. Мне не сказали, что ты приди, а мы тебе расскажем. Хорошо, мы сейчас будем разбираться. Ты приди, а мы тебе расскажем, как кредит за два человека. Предполагая, что все мы, съемочная группа ТАУ, видеоблогер Евгений Воробьев, юрист Алена Холназарова, в данный момент являемся свидетелями преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, мы вызвали полицию в офисе полосного финансового центра. А пока ее ждали, повнимательнее ознакомились с документами этой компании. Как уже говорилось, все стены этой конторы увешаны якобы дипломами и сертификатами известных банков, подтверждающих, что ОФЦ является их партнером. Юрист Алена не поленилась и позвонила в один из этих банков. Возможно, да, кредиты выдавать? Банка кредит не предоставляет такого слова, как воскредитование, то есть вытащить кредиты на миссии расчетов, ну, например, как в видео, видео в других крупных сетях, электроники, мебели, то есть у нас такого продукта нет. То есть это не имеет отношения к кредитованию физических лиц никакого, этот сертификат? Нет, никакого отношения не имеет. Зачем эти сертификаты здесь висят, совершенно непонятно. Возможно, что занимаются еще дополнительной бухгалтерской деятельностью и привлекают юридические лица на предмет открытия расчетных счетов. Это все. Что эти сертификаты, висящие здесь, обозначают. Но они, конечно же, висят здесь для того, чтобы людей вводить в заблуждение, что люди думали, что во всех этих банках можно получить. Доверие вызывает. Да, доверие вызывает. Отдельный интерес вызывает и вот эта бумага. Выписка из реестра о регистрации ООО, ОФЦ и прайс наказания услуг. Мы посмотрим, какие виды деятельности осуществляет организация ООО ОФЦ. Это деятельность в области права, юридические услуги, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, денежное посредничество и прочее, и деятельность по оказанию консультативных информационных услуг. Примерно такие консультационные услуги представлены и в прескуранте цен. Однако клиентам здесь предлагают совсем другие услуги, требующие отдельной регистрации и даже лицензирования в Банке России и в МВД. Это частный инвестор, он тебе эту сумму даст. Что за частный инвестор они хотели предложить? Видимо, это их деньги. Я говорю, ну давайте вот частного инвестора, я согласен. Ну, говорит, надо еще этот, туда страховку за эти 400 тысяч, что ты будешь платить действительно, нужна страховка. Потому что, говорит, нам без страховки не дадут. Вы будете работать с частным инвестором, нужно пройти службу безопасности. За службу безопасности, чтобы эту пройти процедуру, нужно оплатить 45-50 тысяч. Оплату работы службы безопасности в ОФЦ потребовали из Марины. При этом никаких услуг в сфере обеспечения безопасности это ООО не декларировало. Как не декларировала эта контора перед Роскомнадзором и свою деятельность в качестве оператора персональных данных, хотя сбором и обработкой таких данных здесь занимаются. Что же касается юридических услуг, судите сами. Прибывший по вызову наряд полиции внимательно выслушал рассказы потерпевших и предложил им написать заявление. При этом к самим работникам ООО «ФЦ» у них вопросов почему-то не возникло. Прапорщика патрульно-постовой службы не заинтересовала даже личность потенциальных подозреваемых. А почему так получилось? Всех опросили, а Дмитрий что-то не опрошенный остался. Ну он не желает, человек не желает опрошиваться. Я могу подъехать либо в отдел, либо подъехать. А мы хотим подснять его объяснение, чтобы он на камеру объяснился. Человек не желает его права. Вот это да. Я с ним пообщался, он не хочет объяснение давать его права. Вы же записывали фамилию данных этого человека. Персональные данные я не дам. На основании закона федерального. Какого федерального закона? Персональные данные. Вот вы джекаете человеку, кто он такой? Мы не знаем, вы не знаете. Я его не знаю. И они его не знают, кому же деньги переводили. Деньги переводили, непонятно, кому что-то. Вот послушайте, сейчас меня спрашивает полиция. Покажите паспорт. Я паспорт должен показать полицейскому. Должен показать. Почему? Ну как? Полиция спрашивает, у вас паспорт. Я должен паспорт показать. Пункт 2 части 1 статьи 13 закона о полиции дает полицейскому право требовать от гражданина назвать свое ФИО и предъявить документы, если имеются основания подозревать этого гражданина в совершении уголовного преступления или административного правонарушения. Просто так, на родном месте, честно, покажите паспорт. Не имеет права. Не имеет права. Полицейский не имеет права. Просто так, на родном месте, паспорт. Только если какое-то есть основание. Например, пиво во дворе распивают. Если мошеннические действия, то вы без разницы. Какие мошеннические действия? Доказать надо, что... Ну вы же видите, все. То, что полиция не видит никакого мошенничества в действиях подобных организаций, одна из пострадавших, Марина Вяткина, уже убедилась, когда ранее пыталась вернуть свои деньги, обращаясь к правоохранителям. Ею были написаны пять заявлений в полицию и прокуратуру, но ни один полицейский, по ее словам, даже не вызвал ее на опрос. Во всех случаях ответ на ее обращение был один. Это гражданско-правовое отношение, потребуйте возмещение через суд. Я семь месяцев бегала, пыталась что-то сделать. Я потом просто плюнула. Я плюнула, потому что у меня вред, я своему здоровью, у меня уже все здоровье. Только повторный вызов полиции, приезд на место происшествия участковой и полномоченной, заставил руководителя офиса Дмитрия Максимовских найти, наконец, свой паспорт. И пообещать явку в полицию владельца компании со всеми правоустанавливающими документами. Да, предоставьте эти документы, сегодня обязательно. Я постараюсь это сделать, но не обещаю, может, сегодня-завтра. Давайте вот так. Обязательно сегодня. Хорошо. Надо ли уточнять, что руководство ОФЦ не явилось в полицию ни в тот же день, ни на следующий, а лишь спустя пять дней. Вот как произошедшее прокомментировал начальник областной полицейской пресс-службы Валерий Горелых. Цитата. Конец всех цитат.